Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Черкизове, в Москве, на Сапсан-арене, где сегодня совсем скоро стартует последний по расписанию матч 16-го тура МЛП первой лиги сезона 24-25 Московской дерби «Родина Торпеда». Совсем скоро, через несколько минут вашему вниманию, битва двух московских команд, которые оказались в турнирной таблице на прочтительном расстоянии друг от друга. Торпедовцы перед стартом этого тура эту самую таблицу возглавляли после двух подряд сокрушительных побег с общим счетом 8-0. Такое способны были применить к автозаводцам в этом сезоне. Итак, поехали! Заключительный матч 16-го тура только что стартовал «Родина Торпеда». Стартовые составы играющих команд. Начинаем с костей. Автозаводцы черно-белые, «Торпеда Москва». Безоговорочный у Владимира Бесчастных и Филиппа Соколинского в последних многих матчах и во многом через него строится выход из обороны в атаку. Очень интересно, конечно, что после матча в Сочи среднюю линию в итоге не поменял Тейна Спешта-Бродины в атаке. Хозяева под удар с левой ноги! И какой гол! Угадайте, кто? Все правильно! Александр Юшин! Великолепная атака! Очень здорово ее разогнал Юрди Рейна. А дальше Юшин сместился, пробил, да, и угол неотразимый удар. Очень бодрое начало. По-моему, на пятой минуте, да? Да, конец пятой минуты выходит вперед Родина. Даже в резерве по резервам пробежимся. Это тоже довольно любопытно подача от угла. Есть скидка! Внимание! Удары рядом со штангой! Скачет мяч! Дробит мяч! И хватается за лицо сам Равильнит-Пулин, который такие укладывал и за Химки в прошлом сезоне, и за торпеда ранее, и в этом сезоне. Что торпедовцы сами будут пытаться через пас в атаку перебираться, это тоже чревато потерями. Нарушение правил, как мне показалось, и не только мне, одному. Допускает Крижин против Манелова. Быстрый мяч разыгрывает автозаводцы. Дальний удар! Очень могучий, очень мощный, очень плотный, с которым справляется Ренат Шакеров. Поджимают хозяева Юшин. Юшин, ну что, снова на удар, но придется мячом, наверное, поделиться. Нет, он бьет и отражает мяч. Ботнер совсем небезопасно и фактически спасает своих, недавно вернувшийся в старт Глеб Шевченко. Удары Юшина с правой, удары Юшина с левой. Ничего в этом мире не меняется. Отправлялся уже к дальнему углу. Поджимает Канэ. Мяч остается в штрафной удар. Не самый сильный, отразимый. Продолжают они растягивать по длине поля весь состав торпеды. И вот только сейчас длинная передача. Ошибается Шакеров. Заигрались хозяева. Нетфуллин. Нетфуллин! Кто, если не он? 1-1. Ошибаться в такой ситуации, когда есть на поле Равиль Нетфуллин. Это преступление. Это настоящее футбольное преступление. И Нетфуллин вполотил. Очередной свой удар с дальней дистанции. Уже шестой гол в сезоне капитана торпеды. Какой важный гол. Какой сезон у Равиля, да? Великолепный. Это правда. Прошла бы передача, но для этого защитника торпеды нужно просто было выключить полностью. Убрать его. Пока Манелов. Опа-ники, а не пенальтили, кстати. Откровенно говоря, Митти Крижин очень спокойно, дешево, бесплатно пропустил мимо себя Ираклия Манелова. Был контакт, было падение. Повтор мы этот будем смотреть. Очевидно, уже смотрятся повтором этого эпизода Роман Галимов и Вера Амейкина, которые сегодня работают в качестве бригады и видеоассистент. Да, Бургал-Муков. И сразу на него выносит вперед мяч Ренат Шакеров. Но у Калмыкова вверх выигрывает Данилкин. И тут же из глубины направо Калейдин в касание. Здорово. Корян. Корян, внимание. Корян протыкает мяч, но спасает свою команду дважды подряд. Спасает свою команду Митти Крижин. Невероятно, как он не забил сейчас в этой ситуации. Фантастика. И какая передача от Калейдина в касание была вразрез. Но Коряну нужно было не эстетски. Словно ложечкой тут мороженое из ведерка вычерпывал. Нужно было бить по воротам. Он прокатывал мяч. Очень много. И в голубых цветах, и в черно-белых. Пробегает Роганович. Корян набрасывает на ворота в голову кому-то из футболистов Родины. Шакеров. Но что такое было? Это гол, который не засчитывает, не засчитывает главный арбитр встречи. Так, флажок не поднят, значит там что-то было в полуатаке. Если, опять-таки, по жестам Артура Федорова судить, конца сдается совсем немного времени. Роганович скидывает мяч на Чижова. Далее в центр. Это может быть опасно. Левее, внимание, Рейна с мячом. Рейна в штрафной. Рейна, удар, рикошет. Мяч в руках у Виталия Ботнари. И как бы этот эпизод не был последним игровым в течение этого яркого боевого матча. Заброс скидка от Чупаева. Контролирует ситуацию мященинов. И теперь уже с мячом оказывается Рейнат Шакеров. И звучит финальный свисток. 1-1. Стратегически, наверное, не самый плохой результат для Торпеда, которая продолжает свою беспроигрышную серию. И теперь она длится 21 матч. Ефиня.